Помести своих солдат в местность смерти. Местность смерти – положение, в котором можно или победить, или умереть, откуда нет дороги к жизни, или она не видна. Чтобы сломить сопротивление врага, надо показать ему дорогу к жизни. А чтобы ваши солдаты стали непобедимыми, надо поместить их в местность смерти, отнять у них дорогу к жизни. Полководец трижды высаживался на вражеский берег со своим войском и трижды вынужден был уплывать обратно. В четвертый раз, высадившись, он сжег свои корабли, и враг в панике бежал. Менее удачливый полководец перед сражением на реке на всякий случай приказал подготовить спуску на воду лодки на тот невероятный случай, если его, явно превосходящая противника армия, все же потерпит поражение. И она тут же его потерпела. Собственные солдаты поторопились еще до сражения воспользоваться лодками. Помещение в местность смерти – это нагружение ответственностью. Но тот, кто нагружает ответственностью, не должен выступать как ее причина. Поместить в местность смерти – это не значит напугать расстрелом в случае отступления. Полководец не угрожает казнью, а приказывает телами лошадей завалить все пароходы в скалах. Убивать своих солдат полководец не будет. Их будет с неизбежностью убивать враг, если они станут плохо сражаться. Если вы говорите, что надо закончить работу к полудню, и что это очень важно, это может быть стимулом. Но если вы скажете, что в любом случае ровно в полдень уедете, и работу можно будет выбросить за ненадобностью, стимул будет сильнее. Поместить подчиненного в место смерти – значит создать положение, при котором он может либо выполнить работу, либо не выполнить. Но не может выполнить ее лучше или хуже, полностью или не полностью, только да или нет. Когда руководитель вынужден выбирать между двумя суждениями различных специалистов о вопросе, в котором он сам не разбирается и не знает, кому из специалистов верить, он должен поместить их в место смерти, поставить вопрос таким образом, чтобы один из них сказал «нет, эту задачу решить невозможно», а другой сказал «я решу», тогда руководитель может выбирать между ними, исходя из их человеческих качеств, самонадеянности или осторожности, верности слову и запальчивости, а в этом он должен разбираться. Если какая-то обязанность очень важна, надо поместить исполняющего ее в место смерти, освободить его от всех других обязанностей, оставить ему только одну. Один человек – одна обязанность, один человек – одна задача. Тогда он не сможет, не выполнив порученное, сослаться на другие обязанности или задачи. Нельзя часовому поручить свободное от появления врагов время рубить дрова. Помещая подчиненного в место смерти, мы поднимаем его над собой. Теперь от нас ничего не зависит, все зависит только от него. Если он с задачей не справится, то неизбежно произойдет то-то и то-то, что он сам прекрасно понимает. Теперь он вполне нагружен ответственностью, но должна быть и мера. Местность смерти – это не пытка медным шестом. Шанс должен быть. Не бойтесь помещать своих солдат в место смерти. Только так и формируется настоящее войско. Субтитры создавал DimaTorzok